С первого взгляда это оружие не отличишь от настоящего. Советский ППШ-41 выпущен в 1944 году и наверняка с ним ходил в наступление боец Красной Армии. Теперь путем некоторых модификаций оружие стало холостым. Выстрелить с него невозможно, а вот подержать в руках, чтобы ощутить весь его вес, собрать и разобрать может каждый. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Оружие Победы». «Оружие Победы» — это проект, направленный на изучение истории Великой Отечественной войны, в том числе в основном оружие «Оружие Победы», которое участвовало в Великой Отечественной войне. Также проект направлен не то, чтобы просто рассказать о создателе, конструкторе вернее, но и также показать, дать человеку, школьнику самому разобрать, собрать оружие». Анастасия выросла в семье военных, с детства увлекалась военной тематикой и решила, что может прививать чувство патриотизма другим. Так и появился проект «Оружие Победы». В нем уже поучаствовали ученики из 51-й школы. «Вообще планируется провести пять семинаров, то есть теоретическая часть и, как я уже ранее сказала, практическая. То есть дать возможность самим разобрать, собрать пистолет, пулемет, да, то есть почувствовать на себе, так скажем, вес Победы». Анастасия рассказала, что школьники назвали оружие тяжелым. Вес ППШ без барабана около 6 килограмм. И сложно представить, говорят они, как советские солдаты ходили с ним по несколько километров, шли в наступление и защищали свой дом. В руках также можно подержать и немецкий МП-40, трофейный для советских солдат. Он легче, однако у него есть свои недостатки, рассказала Анастасия. Пока в проекте «Оружие Победы» школьники могут подержать в руках два оружия. Однако арсенал планируют расширить. «На данный момент есть ППШ-41, есть МП-40. В дальнейшем мы планируем закупить пистолет Токарева, Тульский Токарева, также винтовку Мосина и пистолет-пулемет Судаева». Анастасия Исаева подала заявку на участие в конкурсе на получение регионального гранта. Если проект «Оружие Победы» выиграет, то у его разработчиков появится возможность приобрести новые экспонаты. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».